Приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня, друзья, мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Кропивницкий. Подведем итоги первого квартала 2022 года. Мы будем говорить о жилой недвижимости. Сегодня у нас 18.04.2022 год. Традиционно уже на протяжении месяца хочу сообщить вам плохую новость. Недвижимость в Украине не стоит ничего. И также традиционно объясняю, почему я так считаю. Ну, во-первых, невозможно на сегодняшний день провести транзакцию в виде договора купли-продажи, даже если есть покупатель и продавец, и они хотят, так сказать, подписать договор купли-продажи. Закрыты реестры государственные, что не дает технической возможности провести сделку. Это первый очень такой важный момент. Также хочу вам напомнить, что реестры закрыты на время военного положения, которое должно закончиться 25 апреля, но я совершенно точно уверен, что будет продвинул еще на месяц и еще потом, возможно, на несколько. То есть за все это время рынок недвижимости будет в ступоре. Второй момент, который влияет на состояние рынка, это, конечно же, отсутствие покупателей. Я вот чисто психологически могу себе представить или не могу, точнее, человека, который хотел бы приобрести на территории страны, где ведутся активные боевые действия, хотел бы приобрести недвижимость, которая в результате очередного артобстрела превратится в пыль. Ну вот я вот правда, вот чисто психологически не могу представить себе такого покупателя. Это очень важно. Но, друзья, у нас остаются еще участники рынка, это продавцы. И вот сегодня мы будем через, так сказать, призму настроения продавцов рассматривать, что происходит на рынке недвижимости. Как я уже сказал, рынок недвижимости не стоит ничего, потому что нельзя ни купить, ни продать. Но есть продавцы, которые практически два месяца выставляют на крупный интернет-сайт, интернет-площадки и электронные доски предложения о продаже своей недвижимости, которую мы обрабатываем и по определенному алгоритму показываем среднюю стоимость квадратного метра. Сегодня говорим о жилой недвижимости. Но еще раз повторюсь, друзья, или поправлю себя, скорее всего, пока не откроется реестр, мы будем называть это условной такой эфемерной величиной, которая характеризует настроение продавцов. Друзья, осмотрим подготовленный мною материал. Будем разбираться с помощью исключительно статистических данных, которые нам любезно предоставляет компания Alim Consulting. Итак, друзья, перед вами карта центральной части Украины или центрального региона. Люди, которые меня смотрят, знают, что мы в своих исследованиях используем административно-территориальное отделение. В центральную часть Украины или центральный регион входят пять крупных областных центров. Это у нас Винница, Житомир, Тиев, Черкасса и город Кропивницкий. Сегодня мы говорим о городе Кропивницкий. И я чуть позже запишу еще видео, подытоживающее по целому, так сказать, кварталу по центральному региону. А пока мы от общего к частному переходим к городу Кропивницкий. Мы видим, что население 226 тысяч. Это данные довоенные. Сколько сейчас, наверное, сложно будет кому-то сказать. То есть миграционные процессы мы наблюдаем. Люди уезжают в более спокойные места, хотя Кропивницкий пока достаточно спокойное место. Это мы видим по настроению продавцов. Количество предложений за март месяц на рынке жилой недвижимости, или проще, квартиры, которые были выставлены на продажу, 2781 квартира. То есть выборка репрезентативная. И видим в сравнении с прошедшим февралем месяцем, показало нам на 46,4% больше было выставлено предложений, чем было в феврале месяце. То есть такую же положительную динамику по количеству выставленных квартир. Мы видим в городе Черкассы было больше положительной динамики. И город Винница. В городе, видим, это у нас Житомире, и в городе Киеве было выставлено меньше на продажу квартир. Но это и понятно, что Киев и город Житомир активно, в общем-то, подвергался артобстрелам. Итак, переходим к показателям, которые характеризуют состояние рынка. Недвижимости в разрезе сегментов. Первичный и вторичный рынок, будем говорить, и по классам. Вторичный рынок. Класс социально-жилье. За период исследования у нас, напомню вам, февраль-март, снижение минус 0,39%. Вторичный рынок. Квартира эконом, комфорт, бизнес-класс. За этот же период исследования видим рост плюс 2,09%. Первичный рынок. Квартира эконом-класс. Видим за период исследования месяц. Также рост плюс 1,67%. И первичный рынок. Квартира комфорт, бизнес-класс. Я сам не сделал эти два класса. Там технические характеристики очень похожи. Видим снижение минус 0,33%. Итак, друзья, давайте перейдем от общего к частному и поговорим уже о тенденциях. О колебаниях в этом видео я не буду говорить, потому что вижу, что больше людей интересует в целом картинка, или точнее тренды, которые мы наблюдаем через призму статистических данных. Перед вами интересный такой график-рисунок. Мы будем говорить о периоде исследования. Это тенденция. Март 2021 год. Видим стоимость квадратного метра. Это социальное жилье, вторичный рынок. 424 доллара за квадратный метр. И в марте 2022 года, спустя 12 месяцев, видим, что стоимость квадратного метра 505 долларов за квадратный метр, что в годовом измерении показало нам положительную динамику роста. Плюс 19,10%. Мы также, друзья, вот здесь видите индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок. Единичка 191. Мы на протяжении многих лет даем этот показатель. Индекс. Что такое индекс? Это изменение. Во-первых, это макроэкономический показатель, который характеризует состояние рынка, или точнее изменение стоимости квадратного метра. В данном случае вторичный рынок социального жилья указка показывают. Во времени мы видим, как каждый месяц менялась стоимость квадратного метра. Мы еще раз напомню, на протяжении много-много лет уже делаем эти индексы по всему рынку недвижимости, по всей Украине, естественно, для крупных украинских банков и также зарубежных банков. То есть это очень интересная работа. Я буду продолжать публиковать в открытом доступе как жилую, так и коммерческую недвижимость, для того, чтобы вы вместе со мной в режиме онлайн разбирались в процессах, которые мы наблюдаем через призму цифр. Как считается индекс? 505, пока за указкой делим на 424 и получаем цифру, число, вернее, единичка, запятая, 191. Это именно изменение стоимости во времени. Итак, друзья, мы видим, что за март месяц стоимость, здесь на тенденциях, очень быстро, если мы рассмотрим, помимо всего, что был положительная динамика роста, я отмечу, что последние там 4-5 месяцев, нос чешется, наверное, правду говорю, извините, 4-5 месяцев мы видели такой неадекватный рост по 4%, по 2%, по 3%. И год назад я об этом начал уже говорить вместе со своим другом Воронином Валерием Александровичем. У нас записано очень много видео на эту тему, они размещены у меня на канале. То есть рынок недвижимости, являясь сегментом украинской экономики, не может работать в противофазе, когда макроэкономические показатели в целом по Украине не росли так, а микроэкономические показатели именно по Кировоградской области, там вообще все было плохо, а рынок недвижимости в Кропивнинском показывал нам какую-то бурную динамику роста, стоимостного роста. Поэтому мы еще год назад говорили, что что-то должно произойти. Я более резко говорил, что рынок недвижимости стоит на грани или на пороге грандиозного шухера. В общем-то, у меня есть гипотеза, я ее обосновал, с цифрами, за основу взял теорию региональных рынков, где, в общем-то, повторяться, наверное, не буду. Где там, кто захочет, можете посмотреть, есть в открытом доступе, в Ютубе же на моем канале все это. Поэтому я предполагал, гипотеза говорила о том, что в конце первого квартала 2022 года мы должны увидеть некие процессы на рынке недвижимости, не хочется говорить обрушение его или сильное снижение. Наверное, коррекция произойдет серьезно. Это более политкорректно будет звучать на рынке недвижимости Украины. Но я не мог себе предположить, что война станет этим триггером, друзья. И вот мы видим, что за март месяц, за один месяц незначительно, но все-таки вот эта вниз кривая становится не вверх восходящая, а в нисходящая. И я предполагаю, что пока закрыты реестры, мы, в общем-то, будем говорить о настроениях только продавцов, но в итоге мы все равно будем видеть по факту второй квартал, третий снижение стоимости квадратного метра. Итак, друзья, закрываю показ слайдов и подведем итоги. Очень быстро первичный рынок. Первичный рынок, друзья, я просто не сомневаюсь, к сожалению, наибольше всего пострадал. И пострадали, естественно, люди, которые инвестировали в первичный рынок. Попробую объяснить, почему я так считаю. Во-первых, первичный рынок, это мое всего лишь предположение, после окончания войны, ключевое слово, пройдет какое-то время. Опять же, оптимистический, можно сказать, сценарий. Возьмем год. Все будет зависеть, когда закончится война. Естественно, каждый день войны наносится больше и больше ущерба инфраструктуре. И разрушаются здания жилые, коммерческие. Поэтому восстанавливать это Украина сама не сможет. Кто будет участвовать в этом? Какие деньги будут на это потрачены? И насколько, самое главное, эффективно это все будет сделано? То есть, я предполагаю, это оптимистический вариант. Еще раз, год после окончания войны, только после этого, когда восстановится экономика, мы сможем увидеть на первичном рынке первые транзакции. То есть, люди свои деньги понесут на первичный рынок. Но при этом, при всем, друзья, у нас возникает второй вопрос. И тут вопросов еще больше, чем на первый вопрос. Что произойдет за этот период с компаниями-застройщиками, с их, так сказать, бенефицарами, учредителями, ну, как угодно можно называть, да, что за это время обанкротятся, не обанкротятся. То есть, уехали из страны, не уехали. То есть, смогут ли выполнять взятые на себя финансовые обязательства, потому что большинство инвесторов заплатили от 100 и меньше процентов уже за будущее жилье. Есть ли эти деньги, да, в Украине, в принципе. Также, что произошло с техникой, которая участвует в создании объектов недвижимости, то есть, разрушена, не разрушена, как война повлияла на все это. То есть, вопросов очень много, друзья, больше, чем ответов. Именно поэтому я просто не сомневаюсь. Это, опять же, мое мнение, друзья. Кто там сильно напрягается по этому поводу, это всего лишь мое мнение. И оно отлично от того, что я читаю в интернете. Это правда. В интернете я читаю, что компания Лун заявляет, что началось строительство и перечисляет города. Они будут перечислять, да. То есть, для меня это, ну, как минимум, непроверенные слухи. Я живу в Киеве, я перебегаюсь по Киеву, ничего подобного я не вижу, да. А в интернете там все это как бы, все начали строить. Я очень рад, что так оно происходит. Или хотел бы радоваться этому, но, к сожалению, не верить своим глазам я не могу. Поэтому, друзья, я очень сожалею на предмет того, что люди, которые вложили деньги или инвестировали деньги в первичный рынок, окажутся в достаточно серьезной ситуации в плане получения в своих заветных квадратных метрах. Вторичный рынок. Вторичный рынок будет в ступоре, будет стоять по причине того, что технически невозможно провести сделки, даже если есть покупатели и продавцы. Это будет длиться, пока мы не увидим, ну, пока не откроются эти, как они называются, реестры, государственные реестры. После открытия государственных реестров рынок будет очень неактивный. Я тоже в этом не сомневаюсь и буду вас информировать. Почему? Потому что Министерство юстиции в открытом доступе, я надеюсь, оно и будет это делать, нам публикует и дает возможность видеть количество транзакций, как по коммерческой, так и по живой недвижимости. Я сразу же записываю видео и, естественно, буду вас, так сказать, ознакомить с активностью рынка недвижимости. Ну и то, что касается стоимости, я уже говорил, будет снижаться, потому что не бывает во время войны. На продукты питания, да, там, инфляция будет зашкаливать, мы будем видеть, что на продукты питания и видим, поднимается стоимость квадратного метра. Но без еды невозможно выжить, а вот без недвижимости, наверное, как-то так человек может какое-то время существовать. Поэтому я практически не сомневаюсь, что на рынке недвижимости Украины мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Друзья, вроде рассказал все. Да, также хочу вам напомнить, что война рано или поздно закончится, люди вернутся к своей обыденной жизни, вернутся в квартиры и в дома. Главное, чтобы меньше было разрушений, как домов, так и инфраструктуры, естественно. И вот тогда встанет очень острый вопрос о стоимости. Стоимости как коммерческой недвижимости, так и жилой недвижимости. Потому что недвижимость является одним из активов, который принадлежит украинцам. Поэтому, друзья, я буду ежедневно записывать новое видео и вместе с вами в режиме онлайн разбираться через призму цифр, которые нам любезно предоставляет компания Lean Consulting, разбираться, что будет, происходит и будет происходить с рынком недвижимости Украины. Вроде рассказал уже все. До встречи в новых моих видео.